Парусную лодку в год столетия образования СССР поведут по Волге двое гостей региона. Их судно «Полосатик» – так нарекли его за отличительный полосатый парус. Хранил его до этого дня наш земляк Владислав Глухов, много лет занимающийся созданием исторических лодок и парусников. К нам приехали друзья, мои друзья, я надеюсь, друзья не только мои, а многих людей в России. Они родом из Донецка, опытный капитан, который уже много лет по нашей Волге сплавляется. Командир судна Сергей Холин впервые вышел на Волгу в 2015 году и посвятил то плавание 70-летию Великой Победы. На намеченном от Нижнего Новгорода до Волгограда маршруте сил хватило лишь до Саратова. Чтобы добраться до Мамаева кургана и поднять флаги, воспользовались автобусом. Поход продлился 56 дней, из них 49 на воде. В команде тогда был Константин Душа, пограничник из Донецка. В этом году напарником Сергея стал Богдан Махно. Молодой юнормеец впервые, он на лодке вообще впервые. Поэтому я боюсь уже загадывать, как оно получится. Потому что насколько хватит у него сил, выносливости. И еще большую роль играет, конечно, совместимость, вот как в космосе. Цель нашего похода по Волге, спуска по реке, была ознаменование столетия с образования Советского Союза. А также в годовщине образования военно-морского флота Советского Союза. По пути движения по Волге мы будем заходить в различные города и поднимать знамя Донецкой Народной Республики, знамя юнормии, а также знамя победы. При самых благоприятных прогнозах экипаж рассчитывает добраться до Волгограда, пройдя расстояние в тысячу километров. Успех зависит не только от собственных сил, но и от погодных условий. Однако, невзирая на возможные трудности, капитан не сомневается, путь предстоит интересный. По Волге привлекает и природа шикарная, особенно привлекают люди. То есть волжане какой-то особый народ, где еще сохранилось. Вот именно отношение людей как-то в СССР вроде бы. То есть человек человеку друг. Судно готово, но старт задержал сильный встречный ветер. Пока ждут у Волги погоды, команда на берегу проводит дополнительную настройку на сложности из-за поднявшегося с прошлого года уровня воды в реке. Нельзя подходить близко к берегу. Руба лежат ракушки. У нас были острова, где приходилось стоять метров, наверное, 10 от берега. Потому что ноги даже могло распороть, а лодку и подал. Полосатик скоро расправит свой парус в речном порту Ульяновска и отправится в путешествие. На его пути встретятся многие города, речные острова и прекрасные виды приволжских регионов. А нам остается лишь пожелать его команде попутного ветра и 7 футов под килем. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.